Здравствуйте! Дело было в самом начале 60-х годов, лучше сказать на стыке 50-х и 60-х. Уже полтора десятилетия человечество наслаждалось миром, миром и результатами научно-технического прогресса. Реактивные самолеты летали с континента на континент, в космос вышли наши спутники, да, собаки, лайки, белки, стрелки тоже уже летали. И вообще, наше такое вот постоянное развитие, все лучше и лучше, все больше энерговооруженность человечества, да, забыли про гуржевой транспорт к этому времени, ну, во всех цивилизованных, так сказать, как мы называем, странах. И чем же кончится наше поступательное развитие? Наше или наших братьев по разуму, что живут на других планетных системах. И вот тогда появилась такая вот идея, физик, высказал ее Дайсон, ныне живущий до сих пор. Идея была его следующая. Вы знаете, что? Вот когда человечество или другая инопланетная цивилизация будет развиваться, что является ограничивающим ее ресурсом? Ограничивает ее развитие этой цивилизации только энергия ее светила. Ну, у нас Солнце. Так вот, цивилизация, которая полностью использует энергию своего светила, должна будет построить вокруг своего светила сферу Дайсона. Дайсон ее придумал, эта сфера. И он в 1860 году эту идею, значит, опубликовал. Идея имеет две полезных стороны. Первое, это значит, вот как. Надо искать вот такого рода сферы в космосе, такое космическое чудо. Вот именно так вот и какие-то высокоразвитые цивилизации. А что нам стоит развиться? Ну, тысяча лет, две тысячи лет, а может быть миллион. Это ерунда по космическим масштабам. И мы используем всю энергию нашего светила. Чтобы такую сферу построить, масса-то нужна, как масса Юпитера. Ерунда, мы всегда сможем. Чтобы эта сфера не провалилась, можно будет ее вращать. Да? Центробежная сила не даст ей упасть. Тут, правда, сразу ошибка есть. То, что над полюсом этой сферы, она же не испытывает центробежную силу, она неминуемо провалится, и сфера разрушится. То есть, на самом деле, сфера Дайсона существовать не может чисто по механическим причинам. Вот как-то физик-теоретик Дайсон, специалист по квантовой механике, вот эту классическую вещь упустил немножко. Но его, правда, поправили. Поправили его, легко поправили. Можно сделать сферу несколько иной. Это называется эквипотенциальная поверхность. Значит, в любой точке этой поверхности центробежная сила и равнодействующие вот это вот две... Ну, две силы, равнодействие центробежная и сила притяжения, они вот друг друга хорошо компенсируют, равновешивают. И вот такая вот сфера с дырочками. Кстати говоря, излучать она должна по-другому, чем Солнце. То есть, мощная энергия, холодная относительно, должна идти. Вот огромная площадь, да, должна излучать на низкой температуре другой совершенно спектр. Не спектр нашего Солнца, 6000 градусов Кельвина, а гораздо более холодного. Ну, скажем, тут где-нибудь 20-30 градусов Цельсия, то есть где-нибудь 300-400 Кельвинов, да, где-то вот в этом диапазоне. Такая должна быть температура этого, этой сферы. Вот. Ну, кстати говоря, наши фантасты, они придумали-таки выход из положения из этого. Мир Кольца, вот, Кольцо такое, длинный-длинный жёлоб, вращающийся по орбите вокруг своего Солнца. И в этом жёлобе центробежные силы удерживают дома, долины, горы, если потребуется, и даже воздух, да, и вот в этом жёлобе все и живут. Одна проблема. Эту проблему в своё время Софья Ковалевская решила. Когда рассуждали во времена Софьи Ковалевской, XIX век, о том, не могут ли кольца Сатурна быть твёрдыми. Так вот, она доказала, что эти кольца Сатурна в принципе не могут быть твёрдыми, ни одно твёрдое вещество не выдержит тех гравитационных воздействий, приливных сил, которые возникают. И планета Земля-то движется ведь не по кругу, а по эллипсу. Не получится ничего этого. К сожалению. Желаю вам удачи, всех благ.